Пациент к нам приходит и получает все необходимые процедуры уже в рамках вот этой УМС-программы. Какое самое информативное может быть исследование в вашем институте? Ну, самое информативное считается, конечно же, ПЭД. Я отвечаю за качество как бы самих диагностических процедур, грубо говоря. За комфортное пребывание и скорость исполнения, да, вот этих всех процедур. Нам нужно сейчас воспитывать молодые кадры. Я помню в свое время, когда мое поколение приходило уже на работу, мы даже не знали, с какой стороны к компьютеру подойти. Я хочу сказать, что даже сейчас ребята-студенты, они так сильно радуют. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас в гостях Кобякова Екатерина Алексеевна. Вы главный врач в одном из институтов Научно-сельского медицинского центра онкологии имени Блохина. Что за институт и чем вы занимаетесь в этом институте? Здравствуйте, Ольга. Я главный врач одного из институтов. У нас всего три главных врача в Блохина. И мой институт называется НИИ – клиническая экспериментальная радиология. Наш институт занимается диагностикой пациентов и лучевой терапией. То есть это уже люди, которые получили диагноз онкозаболевания, они приходят к вам на дообследование, да? Не обязательно уже с диагнозом, а может быть с подозрением на онкологический какой-то процесс. И, возможно, там, где заподозрят диагноз, нет возможности верифицировать или пройти какие-то дополнительные обследования у пациента. Тогда его отправляют к нам, и мы уже в нашем институте ставим окончательный диагноз. И потом уже передаем его, этого пациента, в наш еще один самый главный институт, который занимается уже непосредственно лечением. Это называется НИИКО. То есть НИИКО. Ну, для наших зрителей сложно с аббревиатурой. Самое главное, надо понять, как это происходит в вашем институте диагностирования. То есть это не скрининг, правильно я понимаю? Да, мы все-таки федеральный центр, мы не занимаемся непосредственно скринингом, вот как в текущей, да, вот как текущий процесс, скрининг у нас не происходит. Но любой пациент, который, или просто там здоровый человек, который хочет именно в нашем институте пройти скрининг или обследование по той или иной нозологии, он может прийти, обратиться через колл-центр, записаться, или просто в текущем порядке прийти в поликлинику или в научный, как теперь у нас называется, консультативное отделение, и его обязательно запишут или примут в режиме онлайн. Это любой человек может сделать? Любой человек, да. Это по ОМС или бесплатно? Поскольку как федеральный центр мы не имеем права проводить скрининговые программы, то, естественно, это будет за оплату. Платную услугу. Да, но все онкологические пациенты, конечно, могут пройти у нас обследование и лечение по ОМС, по квотированиям, по ВМП, по разным государственным источникам финансирования. А по ОМС как это можно сделать? Что нужно для того, чтобы пройти обследование по ОМС? Если это Москва, то учреждение, будь то поликлиника или онкологический диспансер, который поставил предварительный диагноз, они могут направить к нам пациента по направлению 057У. И тогда пациент к нам приходит и получает все необходимые процедуры уже в рамках вот этой ОМС-программы. Также регионы. Допустим, та же Московская область, если то учреждение, которое направляет, оно чувствует необходимость именно в нашем учреждении, то и пациент тоже может изъявить желание обследоваться и лечиться в нашем центре, то ему обязательно должны дать вот это направление. И, в принципе, я такого в последнее время не встречала, чтобы не давали это направление. Любой пациент может прийти и получить у нас все необходимое. Ну, как-то вот я из опыта часто сталкиваюсь с тем, что существуют проволочки с выдачей вот этих вот справок. Может быть, это недостаточная информация у онкопациентов, которые не могут. Как быть, если есть препятствия вот в выдаче? Это тогда нужно идти к руководителю того учреждения, в котором работает или врач, онколог, или терапевт. В принципе, направление может дать любой специалист. Нужно идти к руководителю. И руководители, уже опираясь на федеральные наши законы о помощи населению, то не имеют права отказать. Но действительно проблема в том, что пациенты наши не информированы о том, что мы как незащищенная категория граждан, которые вынуждены действовать по правилам тех специалистов, которые на местах. Поскольку я имею опыт работы не только в федеральном центре, но еще в регионе, в одной из больниц, которая тоже отчасти занимается онкологической помощью, то там в регионе есть определенные условия или рамки, в которых ставят тех или иных специалистов. Это связано как раз с экономическими вопросами, если говорить откровенно. Стоят задачи, чтобы каждый пациент, хоть будь то по ОМС или по каким-то другим источникам финансирования, это все-таки деньги. Поэтому не очень-то выгодно отправлять пациента в другие учреждения, поскольку это учреждение уже получит какой-то экономический уровень. Меньше финансирования. Да, то, которое отправляет, конечно, меньше финансирования. И выгодно оставить пациента у себя. Ну, хочу сказать еще о плюсах регионарных, вот этих учреждений медицинских, что уровень все-таки с каждым годом становится все выше и выше. И они, в принципе, могут и пациентов оставлять у себя и оказывать все необходимые и диагностические, и лечебные процедуры. Но здесь желание пациента. Ну, не всегда есть то оборудование, которое можно найти у вас в Блохина. Не всегда это можно увидеть в регионах. Даже города-миллионники не имеют, например, ПЭТ-КТ. Вот свежий случай из Ярославля. Там нет ПЭТ-КТ. Их отправляют либо в Санкт-Петербург, либо в Воронеж, Москва. И, как правило, люди вынуждены платить даже деньги, потому что огромные очереди. Тоже ведь есть такая проблема с очередями? У нас пока сохраняется эта проблема, но сейчас в связи с тем, что у нас, наверное, не знаю, может быть, это не очень-то корректно будет сказано, у нас сменилось руководство, и собрался довольно-таки такой молодой перспективный коллектив, которые, скажем так, вернее, со стороны мы посмотрели на все эти проблемы и увидели уже пути решения. И сейчас с каждым днем мы стараемся решить те нюансы, которые у нас были. Вот, к примеру, вчера, да, вот мы, допустим, у нас есть еще люди, которые нам помогают, это волонтеры бесплатно, да, мы вчера красили нашу поликлинику, чтобы привести ее в какой-то, ну, там, более-менее, там, божеский вид, чтобы приятно было находиться там пациентам. Мы это делали самостоятельно, я тоже была там с валиком, с кисточкой, и, ну, вот такие маленькие нюансы, да, это в плане, да, там, приятного нахождения, да, в нашем учреждении. Что касается очередей, то есть у нас довольно-таки большой институт, он может вмещать большое количество пациентов, но... Сколько в день? В день у нас приходит, я вам хочу сказать, даже одномоментно, вот в 8 утра у нас уже стоит перед дверью поликлиники порядка, там, 600 человек. Я думаю, что со временем мы решим этот вопрос, и очень наш директор, вот, Иван Сократович Селидия, сейчас прям вот всей силой направил на это первичное звено. То есть мы ждем, мы ждем фактически обновления вашего института? Да. Нам поставлена задача до сентября решить этот вопрос, но с учетом мощной команды, которая у нас сейчас работает, да, вот молодых специалистов, я думаю, что в ближайший месяц, наверное, все будет как бы сделано так, чтобы было комфортно вот пациентам. Какие исследования проводит ваш институт, и что, ну, при каких показаниях назначаются эти исследования? У нас практически проводятся все, даже не практически, а все исследования, которые необходимы для выявления первичного, первичного опухоли, да, онкологического больного, об оценке распространенности. То есть все, что нужно, естественно, у нас есть. Но показания для, там, этапности, да, прохождения этих диагностических процедур должен определять все-таки врач в научно-консультативном отделении. То есть сначала пациент должен попасть все-таки на консультацию. Если у него есть какие-то уже обследования из других регионов или из других учреждений, то это тоже оценивается в научно-консультативном отделении при помощи моих уже специалистов-диагностов. Вот. Мы смотрим, можно ли использовать это исследование, да, там, какие-то дополнения вносим. И в течение, там, практически вот первичные больные, в течение 10-12 дней проходит полный вот цикл необходимый диагностический, чтобы уже пациента подготовить уже к лечебным мероприятиям. И определиться с тактикой вот лечения. Какое самое информативное, может быть, исследование в вашем институте? Ну, самое информативное считается, конечно же, ПЭД. Но надо все-таки дифференцированно подходить к этому методу обследования, потому что, первое, он не всем онкологическим пациентам подходит и не обязательно его делать всем подряд. Почему? Второе. Потому что есть стандартные методы обследования, которые дают полную информацию о пациенте, и зачем делать ПЭД. То есть нет такой прям необходимости. Какие стандартные? Я просто не врач, для меня... Давайте посмотрим на примере, допустим, заболевания молочной железы, да, что входит в стандарт обследования. Это рентгенография грудной клетки или компьютерная томография, которая несет больше информации. Момография молочных желез, УЗИ периферических лимфатических узлов, УЗИ брюшной полости, остеосцентография костной системы. В принципе, это вот весь такой утвержденный набор. А если вдруг метастазы где-то будут? По этим данным можно вполне получить полную информацию. Почему я говорю так, ну, не говорю однозначно, давайте всем делать ПЭД. Почему? Потому что это лучевая нагрузка от компьютерной томографии на все тело. Надо просто это всегда учитывать. Это нагрузка от введения радиофармпрепарата. И этот метод нельзя использовать так часто, сколько нужно пациенту для отслеживания его болезни во время лечения. То есть фактически это исследование небольшое такое, а может быть и большой для кого-то удар по организму, правильно? Ну, конечно. Детям, допустим, я бы не рекомендовала часто проводить этот метод исследования. Только в крайних случаях. А ПЭД-КТ, что он показывает, кроме того, что обнаруживает первичную опухоль? Он за счет того, что радиофармпрепарат накапливается в организме, может в зависимости от накопления его, мы определяем суф. И от величины этого суфа мы можем определить степень злокачества этого процесса. Если понимать вообще в целом, как отслеживать эффект лечения, то опухоль может, допустим, уменьшаться в размерах на фоне лечения или увеличиваться. Но при этом при всем метаболические процессы тоже там внутри происходят. Иногда бывает так, что размер опухоли не уменьшается, то есть она стабильная становится, но при этом на ПЭД суф уменьшается. То есть все равно есть положительный эффект лечения. На обычной компьютерной томографии, допустим, при исследовании грудной клетки, мы не увидим эти показатели, мы только оцениваем размеры, образование. Вот ПЭД дает нам такую возможность. А побочные, получается, что вот эти специальные препараты и воздействие лучей – это вредно? А какие побочные эффекты после этого могут быть? Во-первых, если делать это часто, мы говорим о лучевой какой-то болезни, то есть это в целом нежелательно для организма. Постоянно вот эти лучевые нагрузки. Ну что это? Нагрузка на сердце? Для детей обычно это можно перекрыть зоны роста, потому что у них такие все нежные, грубо говоря, костная система, нежные органы. Для беременных, наверное. Для беременных вообще категорически нельзя. Это даже не для самой беременной, а для плода. Поэтому нужно искать какие-то альтернативные методы обследования. А есть альтернативы? В общем-то, есть альтернативные методы исследования. Это МРТ-диффузия, в частности, этот метод, которым я много лет занимаюсь у нас в онкологическом центре. И мы его когда-то с научной точки зрения внедрили в наш онкоцентр. И теперь как раз мы применяем для беременных женщин, для детей. Часто используется этот метод для пациентов с почечной недостаточностью, когда нельзя вводить контрастные препараты вообще никакие. Или аллергические какие-то. Да, но тут есть свои побочные стороны, потому что нельзя применять пациентам с наличием кардиостимуляторов. То есть это смерть для пациента. То есть это надо четко дифференцировать. Здесь могут быть свои побочные, здесь могут быть свои какие-то побочные или катастрофические. Начать исследование, надо посмотреть вообще, что из себя представляет человек, который пришел на это. Да. И у нас это очень-очень-очень на коширке четко отслеживается. Обязательно при первичном приеме собирается анамнез и уточняется, какие есть аллергические реакции у человека. Есть ли кардиостимулятор у нас обычно на карте пишется огромными-огромными буквами, чтобы это видели все. И обязательно тоже кабинет МРТ, там висят предупреждающие какие-то знаки о том, чтобы пациент ненароком как бы не зашел. Потому что бывают такие случаи, что человек теряется, когда узнает о своем диагнозе, и уже все остальное не надо дообследоваться, выяснить. И какие-то другие сопутствующие заболевания уже уходят на второй план. Поэтому здесь и врач должен всегда быть бдительным и средним медперсонал. Чтобы самое главное не навредить пациенту. А я вот об этом диффузном МРТ узнала совсем недавно. А почему этот метод такой безопасный, показательный, да? То есть можно увидеть картину. Почему он не такой распространенный? О нем мало кто знает. Потому что из трех лет, так сказать, практики онкопациента я услышала его только недавно. И в принципе из моих знакомых онкопациентов тоже никто не слышал об этом методе. С чем это связано? Я думаю, связано с длительностью процедуры, в первую очередь. Во вторую, то, что этот метод еще как бы сильно не отработан у нас в России. То есть это определенная программа, которая должна уже быть изначально установлена на том аппарате, который закупается для учреждения, чтобы проводить эту процедуру. Ну, мы сейчас работаем над тем, чтобы ее как бы использовали повсеместно. Для тех учреждений, действительно, у которых нет возможности проводить ПЭД, а мы проводили такие работы, когда сравнивали два метода, ПЭД и МРДиффузия. И показатели специфичности есть, ну, такие вот термины у нас в медицине, и чувствительности, да, они очень схожи. А по некоторым параметрам, по некоторым заболеваниям у диффузии, даже МРДиффузии, вот всего тела, есть даже преимущества. А что касается зарубежных стран, то этот метод довольно-таки распространен, и он применяется в онкологии вот везде. Ну, развитие наверняка же будет этого метода, раз он более безопасен и так же информативен, как... Мы показываем свои результаты на всевозможных международных тоже конференциях, наших российских конференциях, но пока в стандарт обследования онкологических пациентов он не входит. Ну, и мы как бы делаем такие первые шаги, я думаю, что наш центр все-таки... Еще и, наверное, специалистов не так много, которые могут расшифровать это все. С специалистами сложно, да, очень сложно, потому что даже в нашем центре, ну, нас всего, скажем так, я и несколько моих учеников, которые взялись за эту методику и используют ее вот у нас уже в рутинной практике, получается. Ну, это уже после окончания института, ординатуры, наверное, вы занялись этим. Это уже, скажем так, даже после аспирантуры. Аспирантуры, это наука, да? Да, это уже был такой научный. А по каким критериям ведется отбор в ваш институт? Кто вообще этим занимается? Вот вы, как главный врач, перед вами такая стоит задача? Передо мной лично нет. Я отвечаю за качество как бы самих диагностических процедур, грубо говоря, за комфортное пребывание и скорость исполнения, да, вот этих всех процедур. Но отбор ведется по таким параметрам. Если у нас какие-то клинические исследования, да, в принципе, наш институт, если есть такая возможность, если есть лекарственное обеспечение, мы всегда стараемся пациента оставить у себя. Если какие-то хирургические требуются на первом этапе манипуляции, а может быть, это и даже единственное, что нужно пациенту, да, на первых стадиях болезни, то мы всегда открыты, мы всегда берем пациентов и с удовольствием лечим. Ну, бывает так, что какие-то препараты, допустим, там тоже таргетные, редкие, в регионах их легче пациенту получить. Или по месту жительства мы даем рекомендации, по нашим рекомендациям пациента лечат. Ну, это то, что получается пациентам ежемесячно, да? Да, да, да. Если там уже вот курсы химиотерапии, ну, у нас есть лучевая терапия, тоже, в принципе, мы никому не отказываем. Вопросы кадров, как решаются, вам студент отучился, ординатуру прошел, может прийти, устроиться на работу? Ну, тут вот такой есть нюанс, в принципе, не наше сейчас учреждение решает, сколько специалистов мы, допустим, в этом году берем в ординатуру. То есть все же, как бы, Минздрав решает, сколько нам нужно вот молодых кадров отдать. Хватает? Не хватает. Хотелось бы сейчас больше, но я думаю, что мы займемся этим вопросом, там нужно специальную заявку подавать. Не хватает, нам нужно сейчас воспитывать молодые кадры. Ну, что мы придумали лично для себя? Вот, буквально с сентября прошлого года мы провели такое, скажем так, собеседование с пятью университетами московскими, медицинскими и заключили, скажем так, и дружественный договор с студентами-медиками, с волонтерским движением. И к нам в прошлом году пришло порядка 25 студентов, начиная с четвертого курса, четвертый, пятый, шестой, даже седьмой, как выяснилось, есть тоже седьмой курс, но это вечерники, как правило. И ребята к нам приходили, практически каждый день они приходят сейчас до сих пор, они уже работают в различных отделениях, им что они для себя, многие выбрали ту специализацию в онкологии, которая им нравится. А что они делают? Они помогают врачам, участвуют в перевязках, кого-то берут на операцию, кто-то хочет заниматься химиотерапией, тоже участвуют в этом процессе, плюс они тоже много социальных проектов с нами выполняют. И что самое интересное, то что наш институт может им давать сейчас же все в баллах. Сейчас же балловая система, они собирают какие-то баллы, наш институт может давать им 5 баллов за то, что они 300 часов посещают, но они уже у нас, по-моему, живут в онкоцентре. И еще плюс 5 баллов дает заведующее отделение, которое хочет, чтобы этот в дальнейшем студент остался у нас. А что значит балл для студента? Они дают им возможность поступить потом в ординатуру после окончания института. Вот у кого больше баллов, тот может выбрать себе то учреждение, которое он хочет. А дальше уже по остаточному принципу, что осталось туда и... Если высокая конкуренция на место и студент... Да, им надо много набрать, я не знаю сколько, но вот ребята говорят, что, по-моему, порядка 200 баллов им нужно набрать. Считается, во-первых, там хорошая учеба, красный диплом, написание статей. Там очень прям жесткий такой отбор у студентов. У нас такого, конечно, не было в свое время. Ну, наверное, это вынужденная была мера в связи с тем, что уровень специалистов... Ну, это... Да, высокие требования сейчас. Должен быть выше. Ну, я хочу сказать, что даже сейчас ребята-студенты, они так сильно радуют. Потому что они, во-первых, у них... Они могут и на компьютере, да, какие-то там и соцсети, и то, и сё. И они очень активные. И уже пишут что-то, печатают. И, в общем... Публикации, вы имеете в виду, да? Занимаются исследованиями. Да, они учат... И, во-первых, в исследованиях тоже с нами участвуют. Они выступают на конференциях. Ну, очень активная у них такая насыщенная жизнь. Сильно отличается то, что... Очень сильно. Я помню в свое время, когда мое поколение приходило вот уже на работу, мы даже не знали, с какой стороны к компьютеру подойти. И тогда ещё писали все от руки. А теперь, конечно, да, очень продвинутая молодёжь. И это облегчает работу вообще. Ну, они очень шустрые. И для них это вообще не проблема. Там сделать какую-то презентацию, доложить доклад. Для нас это какой-то барьер. Мы должны были в свое время... Екатерина Алексеевна, в апреле было постановление о том, что онкодиагноз должен быть установлен в течение 14 дней. Разъясните, пожалуйста, мне и нашим зрителям, что это значит? Это, конечно же, для первичных пациентов. Почему такой срок? Вот раньше, кстати, года два назад этот срок был ещё короче. То есть это было 10 дней. Вписаться в эти 10 дней было практически невозможно. Из-за чего? Из-за того, что есть морфологическая верификация диагноза. И просто быстрее получить, да, то есть вот посмотреть какие-то клетки генетические, вот эти анализы, быстрее просто физически было невозможно. Поэтому мы уже пришли к тому, что всё-таки вот в течение 14 дней это вполне. Мы вписываемся. И за этот период, да, 10-14 дней, мы можем провести все инструментальные обследования пациенту. А случаются ошибки в постановке диагноза у вас? Я думаю, что ошибки бывают у всех. Я бы не сказала, что это прям какие-то катастрофичные ошибки. Но бывают у всех, конечно, да. В нашем учреждении меньше, потому что мы заточены на обследовании онкологических пациентов. В других каких-то учреждениях там встречаются чаще. Екатерина Алексеевна, у нас часто, ну, многие пациенты тоже, онкопациенты рассказывают свои истории с неправильными дообследованиями, с неправильными постановками диагноза. И у всех один и тот же вопрос. А есть ли ответственность у людей, которые занимаются? Вот как-то это разбираются, эти ошибки, в вашем институте, если они есть? Понятно, что это исключение, да, потому что профессионалы, опытные специалисты, но не боги, да, все может случиться. Вот каким образом это происходит у вас, если ошибка выявлена? Во-первых, хочется сказать о том, что у нас практически каждый пациент обсуждается на консилиуме. То есть это уже как избежать ошибок? Да, это даже если диагност что-то там, может быть, где-то там не дописал и так далее, то все равно каждый пациент обсуждается, прежде чем начать ему лечение, обсуждается там, в консилиуме участвуют и химиотерапевты, и хирурги, и лучевые терапевты, и диагносты. И бывают просто редкие какие-то формы заболеваний, да, есть там частые, как рак легкого, рак молочной железы, меланомы и так далее. А бывает то, ну, что вот прям даже в нашем большом учреждении встречается там раз в несколько лет. И поэтому, ну, мы всегда обсуждаем, думаем, какая может быть здесь еще тактика там обследования. И чаще, ну, не то что ошибки, а какие-то, наоборот, мы не можем даже поставить диагноз, потому что опухоль так сложно расположена, да, или какое-то объемное образование, что мы не можем его спунктировать, взять оттуда клетки, и чтобы посмотреть под микроскопом, поставить точный диагноз. При каких-то редких формах, да, иногда даже микроскоп не всегда помогает нам, ну, вот прям убедиться, что это именно то, о чем мы там думаем, или найти какую-то новую находку. Поэтому здесь мы, ну, наше учреждение уже давно работает так, что мы не стесняемся спросить еще у кого-то, там, у зарубежных наших коллег и так далее. И есть такой опыт, что мы отправляем и морфологические материалы на пересмотры в другие страны, да. Даже такая практика есть. Даже такая есть практика. Поэтому я не могу назвать это какими-то ошибками. То есть у нас не бывает так, что пациент вот прожжел транзитом по диагностическим обследованиям куда-то, ну, то есть и только если он самостоятельно куда-то переместился в другое какое-то учреждение. Но если он у нас, то мы разбираемся в ситуации до конца. То есть можно говорить о том, что ошибок нет, есть недообследование, правильно? Есть недообследование или невозможности инструментально, да, получить диагноз. Ну, у нас не так часто встречается, как в других каких-то вот местах. Какое самое распространенное заболевание, которое вам приходится обследовать? Рак легкого. Рак легкого. То есть для нашей страны сейчас это... Это на первом месте. С чем это связано? Не могу сказать. Это не только для нашей страны. Это вообще по всему миру. То есть рак легкого стоит на первом месте. По мировой статистике. Не могу сказать, что это... Вот формы рака легкого бывают совершенно разные. Бывают мелкоклеточные, бывают немелкоклеточные. Бывают еще кучи всяких подформ. И там бывает и генетическая предрасположенность. Там какие-то генетические мутации. И бывает, что и от курения это возникает. От работы на вредном производстве. Но тем не менее... Плюс еще экология влияет. Если в крупном городе живешь и вдыхаешь вот эти вот... Ну, вредные пары, да. Поэтому... Ну, вот статистика такова, что рак легкого на первом месте. Более того, это заболевание стоит также на первом месте по метастазированию этого процесса в головной мозг. То есть вот довольно-таки такое агрессивное заболевание. А какое самое редкое заболевание, которое приходится обследовать, исследовать? Ну, лично я, да, просто у меня определенный специалист, да, у меня есть... Я больше вот специализируюсь в нейроонкологии. Ну, по... То, что ко мне редко, да, там, ну, какие-то мезотелиомы, плевры не так часто встречаются, саркомы. Что такое мезотелиома? Это опухолевой процесс, который может возникнуть в плевре. То есть у нас легкие находятся в такой оболочке, да. Вот. И вот эта оболочка называется плевра. И вот в этой плевре тоже может возникнуть... Рак. И он является очень редким заболеванием. Что касается нейроонкологии, да, какие у нас редкие бывают заболевания, даже не могу сказать. В принципе, у нас за счет того, что такой самый крупный, самый, можно сказать, главный, да, центр у нас... В России? Да, да, да. А скоро будет и самый крупный в Европе, да? Я надеюсь. Мы истребимся к этому. Поэтому, что у нас, может быть, какие-нибудь аденомы, допустим, гипофизы, ну, больше доброкачественные какие-то процессы. Вот. В принципе... Ну, все самые сложные случаи все равно стекаются. Все равно к нам, да. К нам, да. И сложно отследить. Забрюшины какие-то первичные, опухоли тоже не так часто встречаются. А как обстоит дело с диагностикой рака молочной железы вообще? Это на каком месте заболевание сейчас? Считается, после рака легкого второе место заболевание. Второе? Да, второе. Это серьезно для женщин. Поэтому у нас в стране, скажем так, что из скрининговых программ более-менее работает и входит, в принципе, там, сейчас в диспансеризацию, это две вот такие вот основные нозологии. Это рак легкого, флюорографию проходят все, да, практически все население прикрепленное, скажем так. И рак молочной железы, женщины с определенного возраста, тоже прикрепленное население. Я вот не даром делаю акцент именно на слове прикрепленное, потому что мы же грешим тем, что не ходим в поликлинику, скажем так. Если мы туда не переезжаем с места на место, да, и не там, как бы заводим себе амбулаторную карточку, то, соответственно, мы считаемся неприкрепленным пациентом. И нас никто не пригласит на диагностическую процедуру, уже там, допустим, на маммографию. То есть это уже обязательная программа? После 35 лет. Конечно. То есть каждый человек, который прикрепился к поликлинике, где он по месту фактического проживания, он получает что? В каком виде это приглашение приходит? Ему должны или позвонить, обзвонить, или прислать какое-то приглашение на почтовый ящик. Если это там сельская местность, то, соответственно, врач первичного звена, вот он уже знает всех своих там дам, которым положено проводить маммографию. А это женщины после 35-36 лет, это первое, да, первое скрининговое такое обследование должно быть. То есть дальше уже каждые два года, до 76, если я не ошибаюсь, обязаны у нас в России женщины проходить вот это обследование. Далее это флюорография. На флюорографию, я так понимаю, что наше население даже чаще приходит. Женщины вот как-то сложнее заставить перейти на эту процедуру. Раз в год флюорографию надо делать, да, чтобы для себя понимать, что все в порядке. А насколько флюорография дает... Малоинформативно. Малоинформативно, да. О чем это говорит? Значит, что нужно? Что нужно как-то усиливать, да, все-таки, вот это диагностическое направление. И сейчас на многих конференциях, которые я посещаю, там, диагностические, все говорят о том, что надо низкодозовую компьютерную томографию проводить. Но для этого в учреждении должен быть компьютерный томограф и должна быть специальная программа. А это нет возможности тогда для... Всех пока что нет, да. Мы к этому еще идем. Вот в чем суть скрининга, да, вообще? Во-первых, там несколько есть параметров. Первое, это то, что мы отбираем население, да, это отбор. Если перевести с латинского, то скрининг, это переводится как отбор. Мы отбираем население, которое входит в зону, как бы, риска, да, умереть от этого заболевания, да. Что чаще всего встречается. Второй момент, скрининги, они не должны быть дорогими. Вот в нашей стране, ну, то есть, к сожалению, наше государство не может на эти скрининговые программы потратить много денег. Поэтому, как бы, нам приходится... А с другой стороны, лечить-то гораздо дороже получается. Лечить гораздо дороже, да. Ведь здесь должно быть какое-то рациональное решение. Решение, да, согласна. Ну, сейчас вот мы все, мы тоже, как бы, за. Наш центр поднимает, естественно, две руки, три руки, сколько есть у нас, за низкодозовую компьютерную томографию. Конечно же, это более такой метод эффективный, где видны все легочные поля. И здесь больше шансов у тех специалистов, которые не занимаются ежедневно, да, в рутинной практике онкологическими заболеваниями, увидеть какой-то патологический процесс. Ведь основная задача – это увидеть что-то, что не так, да. А потом уже, как бы, можно разбираться. Сейчас очень, скажем так, просто стало для диагностов получать второе мнение, да. У нас есть медицинские информационные системы, которые позволяют, если ты не понимаешь, да, там, не знаешь, не встречал никогда такой случай, да, какой-то клинический, и отправить само диагностическое исследование, свое описание на второе мнение в другие учреждения, которые выше тебя по статусу. И тебе обязательно ответят, и скажут, и помогут. И сейчас эта практика становится вот прям настолько повсеместной. И я считаю, что это большой прорыв в диагностической среде, и это большая польза для наших пациентов. Все течет, все изменяется. И вот научно-исследовательский центр онкологии Блохимна, он стоит, я это уже слышу несколько месяцев, и достаточно так уверенными голосами люди говорят о том, что вы стоите на пороге перемен. И, в принципе, они уже, некоторые перемены есть, и создаются интересные проекты, проводятся дни открытых дверей. Что ждет Блохимна, вот даже хотя бы с учетом вот вашего подразделения, мы сейчас не будем говорить, а вот вашего диагностического исследовательского центра? У нас уже, как несколько лет, построен новый корпус, а у нас называется, там у нас еще будет усиление ПЭТ-центра, у нас уже есть два ПЭТ-сканера, которые довольно-таки на них высокая нагрузка. Два ПЭТ-КТ, вот где проходят. Два ПЭТ-сканера, у нас есть своя собственная лаборатория, циклотрон, где мы производим препараты, и сейчас мы работаем над новыми препаратами, радиофармпрепаратами, которые будут специфичны для определенной опухоли, определенной нозологии. Это тоже важно, потому что... Это научные, да, научные разработки, и у нас по некоторым радиофармпрепаратам, я не буду говорить, какие у нас разрабатываются, ну, как бы это такая научная пока тайна, но мы являемся передовыми в этих вопросах. Далее сейчас у нас откроется еще новый корпус, где там будет еще три ПЭТ-сканера, и мы сможем, да, больше давать возможности нашим пациентам проходить вот эти процедуры. Тем больше, что государство хорошо... В половиной раза вырастет. Даже я бы сказала, в три получается раза, да. Это, я считаю, что большой шаг, потому что у нас очень хороший, уникальный специалист, который делает ПЭТ-исследование и описывает его просто высокого класса. Ну да, одному оборудованию недостаточно, но нужны же еще и люди. Специалисты, да. А этого тоже, в общем-то, сейчас не так много. Что самое интересное, то, что лично нравится мне, и когда-то у нас в свое время была такая возможность для пациентов, которые приезжали из регионов, мы могли их госпитализировать на обследование. Сейчас такой возможности нет, ввиду огромных потоков, да. То есть мы просим пациентов проходить амбулаторно, да, все диагностические процедуры, но не считая тех пациентов, которым очень тяжело, да, по каким-то причинам, то есть там плохое самочувствие и так далее, не вдаваясь в подробности. Но сейчас такой возможности у нас нет. Мы можем только госпитализировать непосредственно на лечение. Сейчас, ввиду открытия вот этого нового корпуса, там предполагаются диагностические койки. То есть человек приехал и уже, может, несколько дней спокойно проходить обследование полностью? Да, мы можем госпитализировать и в спокойном режиме проводить обследование. Практически мало сейчас федеральных таких центров, которые могут себе позволить это. Что это даст вам, как ученым? Как ученым, да. Но я не думаю, что здесь какая-то научная составляющая. Это больше даже более комфортные условия для пациентов, потому что приезжают иногда очень... То есть это больше для пациента делается? Да, больше для пациента, да. Наконец-то. Ну, на самом деле, это большой прорыв, потому что к нам, сами знаете, приезжают иногда, собирают там последние какие-то копейки на билет, чтобы добраться. А здесь еще 14 дней, нужно где-то искать какое-то пристанище, гостиницу и так далее. То есть, ну, в этом вопросе, конечно, сейчас нам очень помогают наши волонтеры и благотворительные компании. Но еще пациент должен найти. Этого волонтера надо найти еще. Ну, я имею в виду, что благотворительные нужно еще найти, да, благотворительный центр, решить там какие-то документы, вопросы и так далее, чтобы пациенту оплатили там проживание, да, на период обследования. Вот, а волонтеры наши молодцы. А многие даже, знаете, многие даже и не решаются поехать в Блохина, потому что им кажется это чем-то недоступным. Хотя на самом деле все двери открыты для каждого человека. Просто надо вот пройти этот путь от начала и до конца. Мы для этого сейчас активно стали проводить дни открытых дверей именно в онкоцентре. У нас много было выездных мероприятий, да, в медицинское учреждение и делали обследование, да, всем необходимым. Там по разным нозологиям оболочную железу смотрели, и желудочно-кишечный тракт, все, что нужно было вот этому, грубо говоря, округу или там населенному пункту. Но действительно вот такой миф существует, что я назову это мифом, потому что попасть несложно в онкоцентр, просто нету информации, как это сделать. Сейчас вот мы проводим действительно дни открытых дверей. Не так давно у нас был день открытых дверей, посвященный меланоме, да. И что очень сильно порадовало, да, что когда мы открыли телефон на горячей линии, да, на один день всего, мы думали, вот где мы соберем людей и так далее. Позвонили главам наших там московских округов, чтобы они дали тоже какую-то рекламную информацию, пока они собирались. Вот у нас один день горячей линии собрал столько людей, и что мы потом еще всю неделю вынуждены были обследовать во второй половине дня уже после работы, да, основной. Потому что очень много желающих к нам приезжали из других городов, детей привозили. То есть потребность в этом есть просто. Да, 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 и люди так обрадовались, что вот наконец-то онкоцентр просто вот открыл себя, да, открыл свои ворота, да, приходите, мы вас ждем. Да, никаких запертых дверей, двери, и это здорово, что возможность есть. И хорошо, что есть возможность этот миф разрушить вот с помощью этих открытых, неоткрытых дверей. А вот что для вас лично быть главврачом в таком учреждении? Вы знаете, я совсем недавно главный врач, да, всего, получается, наверное, даже нет полутора месяцев. Но я для меня просто, скажем так, это большая ответственность. Я понимаю, что я должна сделать что-то хорошее, да, я не знаю, сколько я пробуду главным врачом. И мне хочется улучшить все-таки ситуацию, да, в нашем мекоцентре, чтобы любой действительно пациент, который хотел, он смог получить желаемую для него процедуру. И я знаю, как тяжело моим специалистам, да, врачам ежедневно смотреть колоссальное количество тоже пациентов. И я знаю, почему есть какие проблемы, почему им тяжело, почему они так сильно устают, хотя они могут сделать много и могут сделать ежедневно больше. И вот эти вот вещи нужно сейчас скорректировать. Вы сможете это сделать? Вы уже знаете, как решать? Я знаю, как это нужно решить. Я понимаю, что много будет тоже недовольных людей, да. Как правило, это такие уже немолодые специалисты, которые привыкли, да, к определенной системе. Но, тем не менее, жизнь идет вперед, все развивается. Наш институт тоже развивается. На него все смотрят, вся страна. И хочется сделать так, чтобы больше было положительных отзывов, чем отрицательных. Чтобы пребывание в нашем институте, а мы диагностические институты, все-таки входные, да, ворота, как к нам приходят, и мы лицо, скажем так, нашего института, чтобы были приятные впечатления. Сложно говорить о месте, где занимаются таким тяжелым заболеванием, и, слово, приятные впечатления. Ну, все же зависит от того, как люди между собой пообщаются, да. Даже когда приходят у нас иногда накрученные тоже пациенты, ну, разные моменты бывают, что вот, все, там, расстроены и так далее. Врач может тоже, как бы, быть не особо приветливым. Как решить вот эти моменты? Ведь, когда мы приходим в нашу профессию, мы изучаем нашу профессию. Как нам правильно посмотреть пленки, да, снимки, как поставить правильный диагноз. Но никто нас не учит общению с пациентом. И пациента тоже нет у нас таких вот, скажем так, или психологов, наверное, специалистов, которые могли бы уже тоже на пороге встретить доброжелательный пациент, вне зависимости от его состояния, помочь ему, успокоить его. И также у врачей тоже нет такой возможности. Вот сейчас мы хотим это сделать. У нас уже работают онкопсихологи, которые помогают и семьям, и пациентам, и их родственникам, и в то же время и нам. Потому что, как вы знаете, в Европе, да, вот у меня друзья есть, французы, да, врачи тоже. Они говорят, да мы каждый день ходим к психологам после нашего трудового дня. Мы приходим, и полчаса психолог с нами разговаривает, он смотрит, есть ли там признаки выгорания, да, и там врачи, может быть, назначают какие-то лекарственные препараты, поддерживающие, успокаивающие. У нас, ну, то есть это не принято. У нас все выживают сами как могут. Вот. Отсюда и жалобы, и недовольство, может быть, и нежелание что-то сделать и в своей жизни лучше, и там, и на пациента иногда бывает, там, господи, да скорее бы ты от меня, да, там, ушел со своим характером и так далее. Поэтому я считаю, что вот это вот основная такая задача сейчас у нас стоит, помочь и пациентам, и в то же время врачам. Мы нашим гостям, онкопациентам, задаем вопрос, как относитесь к Вере? Я думаю, что этот вопрос, он и будет очень актуален для врачей. Как относитесь к Вере? Я вот каждый день работаю, я даже неправильно, наверное, сказала, работаю, а живу, наверное, каждый день с ребятами, которые, я даже не помню, как они появились в моей жизни, это вот волонтеры, про которых я все время хочу сказать, они православные. Это несколько даже организаций, которые слились в нашем центре в один такой вот единый ком, грубо говоря. Это Милосердие, да, из Милосердия, ребята, с Владыкой Пантелеймоном, которые непосредственно работают. Сестры из, называется они, сестричество имени Евросиния Московской, и сыны Афона, ребята, это мужчины, которые являются и мужьями вот этих вот сестер. И вот с ними как-то действительно легче решать, они помогают каждый день. То есть вот онкоцентру нашему и пациентам, которым вдруг нужна какая-то помощь, у них там нет каких-то средств даже буквально после лечения добраться до вокзала, купить билеты и так далее. То есть какие-то социальные проекты тоже они выполняют. Они очень такие добрые все, их вера укрепляет. А вас? И меня тоже. Меня тоже укрепляет, потому что каждый день, то есть вот проживать такую, скажем так, непростую жизнь, да, сложно, если у тебя нет веры в Бога. Вот, поэтому я думаю, что без него бы не было бы сложно. И без вот этих вот ребят, которые тоже вот именно показывают, что он есть на самом деле. Но хочу сказать, что в онкоцентре у нас не только православная, да, у нас есть православная церковь организованная. У нас не так давно открылась молельная комната для мусульман, молельная синагога. И, возможно, мы сейчас вот пытаемся тоже сделать, ну, как бы такое волонтерское движение мусульманское, потому что у нас же этнокультурная, скажем, грубо говоря, центр, да, у нас нет там, мы, все вот так вот в перемешку, да, происходит. Чтобы тоже они могли поддерживать своих пациентов, хоть, ну, чем-то, да, скажем так, религии тоже она очень помогает. А вот как это, вот что чувствуете, когда говорите пациенту, что у него рак? Ну, я понимаю, как тяжело слышать человеку впервые свой диагноз. А вот что испытывает врач в этот момент? Врач, так же, как и пациент, испытывает кошмарный, кошмар, страх. Вот, потому что, ну, я могу сказать, что у нас довольно-таки где-то около 40% врачей, самих тоже, являются онкологическими пациентами, даже в моем диагностическом институте. И быть по ту, и эту сторону баррикад, ну, в принципе, у нас большинство понимает эту проблему, или родственники там, и так далее. Поэтому, конечно, сообщать, во-первых, нужно, да, потому что, помните, как в советские времена, от пациента скрывали, и потом случайно кто-то ляпал, и это была катастрофа для пациента, люди там, кончали жизнь самоубийством, и так далее. Ну, важно врачу обязательно сказать, и чтобы это был, наверное, врач, вот, чтобы правильно преподнести эту информацию. Можно же обходить эти слова, да, там, рак, онкология, ну, как-то заменять его на другие синонимы, а потом постепенно, ну, потому что подвести их, да. Да, я могу сказать, что у меня был такой тоже опыт в моей жизни, когда, вот, будучи там, врачом, который занимается онкологическими проблемами, да, у меня тоже там подозрили онкологическое заболевание. Для меня был это шок, да. У меня все перечисло, я знаю, что все это лечится, но у меня был шок, потому что у меня там дети, к примеру, есть, и я сразу какие-то страшные картины, а вдруг у меня не там, не первая стадия, а вдруг у меня еще какая-то, и так далее, и тому подобное. Ну, вот, ну, я просто, мы знаем, как пациент испытывает какой ужас, да, кашмар, потому что у нас, к сожалению, информацию, которую мы получаем, там, в СМИ, да, по большей части, именно, именно пугают, запугивают. Все, все с летальным исходом у всех. Да, и мамы показывают какое-то успешное излечение от тех заболеваний. Нужны рейтинги, нужна трагедия, чтобы вот слезу набивала. Ну, никто не показывает, как бы, вот, вот, посмотрите, там, да, вот, да, мало кто. Вот вы молодцы, вы наши союзники, да. Вот мы за вас будем держаться, вот, прям, прям, мертвой хваткой, потому что вы, действительно, наши союзники, и именно вот такие организации, как вы, и такие передачи, нужно вот прям больше-больше в онк-центре, чтобы показывать тем людям, которые приходят, ничего страшного. Перезавышать эти мифы. Мы все с вами, и все нормально, мы все это вместе пройдем. Может быть, это вообще обойдется, там, каким-то легким испугом. Так что, и что жизнь продолжается, и не надо ничего менять, надо жить полноценной жизнью здесь, и сейчас, сегодня, и так далее. Ну, самое главное, если человек столкнулся с этим диагнозом, дать ему надежду на то, что это не предовор. Какие есть, во-первых, методы лечения. Женщины, как правило, переживают, да, что у них там с красотой, да, будут какие-то проблемы, потому что они получат химиотерапию, выпадут волосы и так далее, там, может быть, от применения гормональных препаратов. Вот на эти темы нужно ежедневно беседовать тоже с пациентками, показывать, что вы придете к лечению, вы потом будете еще краше, у вас вырастут еще более шикарные волосы. В основном, да, все боятся вот этого падения волос. Для женщин, да, это трагедия, мужчин как-то так. Дикса Винальчевна, а какие у вас планы на жизнь? Наш традиционный вопрос заключительный. Пока у меня вот поставлена цель, о чем я говорила, да, привести вот часть своей вот работы, которую мне поручили, вот в порядок. Мне навести нужно порядок. А дальше, дальше... Порядок, это вот без очередей, чтобы было, да, чтобы со специалистами все было нормально, чтобы они себя чувствовали тоже комфортно, правильно? Дальше жизнь покажет, но, конечно, не хочется даже на этом останавливаться, как-то все время взгляды туда, дальше, дальше смотрят. У вас трое деток, а хватает на них время? Не хватает времени, но я стараюсь их привлекать во всю свою деятельность. Вот где бы я там ни находилась, куда я поехал, вчера они меня красили в поликлинику. Это было единственных два ребенка, которые, ну, с удовольствием, они выполняли этот процесс, потому что я ему объяснила, что это вот нужно людям, которые болеют и так далее. И они такие вдушевленные, всеми этими процессами занимались. Они у меня участвуют в днях открытых дверей, в массовых мероприятиях, в выездных тоже мероприятиях. По возможности я их стараюсь привлекать в это во все. Ему очень нравится. Во-первых, то, что... Врачами будут, наверное. Ну, сложно сказать, пока две девчонки маленькие, да. Две девчонки маленькие, и они как бы еще не определились. А вот сын уже 14, и он уже, конечно, задумывается о будущей профессии. И у него были такие мысли, что, может быть, мне врачом тоже стать. А вы хотели бы, чтобы ваши дети были врачами? Я думаю, что да. Да. Ну, это хорошая профессия, добрая профессия. И почему бы нет, пусть попробует себя. Династия, опять же, да. У нас уже есть один старший ребенок. Это вот сын моего мужа. Ему 21 год, и он у нас уже учится на 4-м курсе МГУ. Круглый отличник. Уже выступает на... На международных... На международных конференциях. Очень умный парень. Вот он, наверное, будет тоже нейрохирургом, как вот мой муж. Здорово. Есть чем гордиться. Да, уже есть. Спасибо вам огромное. Мы пролили свет на то, что диагностика в научно-исследовательском медицинском институте Бухина – это очень доступная вещь. И каждый может пройти, ну, каждый по показаниям, конечно же, чтобы это не было блажью, чтобы многие не воспринимали это как блажь, а по показаниям. Спасибо, что выбрали время. Вам спасибо, что пригласили. Я думаю, что, наверное, нужно будет встретиться еще через какой-то период времени, чтобы оценить эффект наших действий сейчас на онкологическом центре. Да, мы не обозначили проблемы с которыми, ну, основную массу проблем, на которые вот сейчас вас, как главного врача, поставили разобрать вот эти вот все проблемы, да. Но лучше говорить о хорошем, да, и я думаю, что это хорошее не за горами. Еще вот у нас тоже многие дают советы и пожелания нашим зрителям. Есть что сказать? Конечно. Пожелания вот относительно онкопациентов и близких онкопациентов. Конечно, есть. Нужно обязательно не отчаиваться, обязательно проходить все скрининговые программы, которые вам предлагают медучреждения, где вы проживаете, не бояться, что у вас что-то найдут. Потому что лучше пусть эту патологию найдут раньше, чем позже. Чем раньше ее найдут, тем быстрее мы совместно решим эту проблему. Ранняя диагностика – это всегда очень хороший результат лечения. То есть это основа, наверное, хорошего результата лечения, ранняя диагностика. Тоже присоединюсь к Екатерине Алексеевне. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч, да, обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok